А теперь о природных катаклизмах. Большая вода приходит в Тверскую область. В Верхний Волжи наступил паводковый сезон. Реки выходят из берегов. В зоне подтопления оказываются целые населенные пункты. Размытые дороги и сорванные мосты оставляют целые поселки и деревни оторваны от цивилизации. Ситуация с половодием находится на контроле региональных властей и МЧС. Какие меры предприняты и куда обращаться, если большая вода подошла к порогу в материале нашей съемочной группы. Минувшей зимой центральную часть России буквально засыпала осадками. Метровые сугробы росли с каждым днем и в Тверской области. Весной и с таянием снега повысился уровень рек в регионе. В болота превратились поля и сельские дороги. Эта дорога Кулицкая-Романова. По рассказам местных жителей, в таком состоянии она пребывает каждую весну и каждую осень. Виной тому дожди, а весной, конечно, талые воды. За моей спиной буквально сейчас находится больший груз, который ждет помощи. Он застрял на этой дороге. Данная грунтовая дорога соединяет населенные пункты и ведет к трассе М-10. Под апрельским снегом песок, глина и яма, в которых вязнут автомобили. Недели две назад началось, как таять снег начался. Скорая может доехать или застревает? Нет, застрянет. Она точно не проедет. Только ближайшая деревня, Квакшин, Кашинцево, до тут доедет. А дальше все там не проехать. После очередных обращений и жалоб по всей инстанции проходит грейдер. Как пояснили минувшей осенью представители регионального правительства, автодорога находится в программе дорожных работ и будет отремонтирована при условии дополнительного финансирования. Кстати, в Верхнемолжье существует реестр участков региональных дорог, на которых возможно подтопление. Как правило, это пониженные участки с водопропускными сооружениями. Всего 78 объектов в 19 муниципалитетах. Но в водном плену оказываются не только дороги, но и целые приусадебные участки. Конаковский район СНТ Ричицы поселок каждый год уходит под воду. Здесь в минувшие выходные разлилась река Малиновка и создала постоянным жителям и дачникам массу проблем. Администрация Конакова совместно с МЧС работают над решением данной ситуации. Проблема будет ликвидирована в максимально короткий срок, сообщили дачникам чиновники. А в областной столице тем временем после обеления реки Тьмака и Волга также начали наполняться водой. Уровень Волги тверичане шутя измеряют по скульптуре рыбака. На 12 апреля вода уже дошла до пояса. Синоптики говорят, что в Твери вода в пределах нормы. Пик паводка приходится на эту неделю. Под пристальное внимание специалистов попадает лишь три района. В районе города Белый будет подъем до опасной отметки. Опасная отметка 800 сантиметров. Сейчас, сегодня, на сегодняшнее утро 807. Мы ждем по прогнозу опасную отметку в Максатихе на реке Малога. Есть опасная ситуация в Осташкове. Когда там растает лед, который сейчас составляет 45 сантиметров, возможно подтопление. В регионе сохранится пасмурная погода с небольшими осадками. Дневные температуры до плюс 12 градусов. Ночные около ноля, что норма. Паводковый сезон стал одной из тем совещания регионального правительства. МЧС России по Тверской области также контролирует ситуацию. Спасатели рассказали, как действовать, если в двери дома стучится вода. Следите за информацией в СМИ о развитии поводковой ситуации. Отключите газ, электричество и воду. Погасите огонь, горящий в печах. Ценные вещи и мебель перенесите на верхние этажи или на чердак. Закройте окна и двери. Животных необходимо выпустить из помещения, а собак отвязать. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, звоните в Единую диспетчерскую службу пасения по телефону 01, сотовых телефонов 101 и 112. Единый телефон доверия Главного направления МЧС России 39 99 99. За подготовку дорог и мостов к половодию в Тверской области отвечают 8 подрядных организаций. Названы телефоны, по которым необходимо сообщать о возможных подтоплениях. 34 56 54, код города Твери 48 22 и 8 910 649 84 56. Обращения, поступающие от жителей Тверской области, находятся на контроле.